Ежегодно наряду с выпускными классами экзамены сдают учащиеся, окончившие 9 классов, те, кто принял решение в дальнейшем продолжить учебу и параллельно получить профессиональное образование. Наша съемочная группа побеседовала с главным специалистом управления образования Мариной Максимовой о процедуре проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. В 2016 году государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится впервые после долгого перерыва по четырем предметам. Это два обязательных экзамена русский язык и математика и два экзамена по выбору. Но в этом учебном году, в 2016, для того, чтобы получить аттестат, учащимся 9 классов достаточно будет получить положительные оценки на государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам. Это русский язык и математика. Результаты сдачи экзаменов по выбору по предметам в этом году не учитываются для получения свидетельства об окончании основной школы. Значит, их можно и не сдавать? Нет. Значит, в предыдущие годы у нас было другое положение проведения государственной итоговой аттестации. Это был другой локальный акт, которым предусматривалась сдача только двух обязательных экзаменов. С 2016 года все выпускники основной школы будут задавать четыре экзамена в обязательном порядке. Но поскольку это впервые, то для получения аттестата, как я уже сказала, только два обязательных экзамена. Но сдача обязательно всех четырех экзаменов предусмотрена. В этом году определены сроки проведения экзаменов. Это как бы три срока условно, так их можно разделить. Основные сроки с 26 мая по 9 июня. Следующий срок – это резервные сроки с 15 июня по 21 июня. Это для учащихся, у которых произошло совпадение дат проведения экзаменов по выбранным экзаменам. И для детей, которые получили одну неудовлетворительную оценку по обязательным предметам или пропустили государственную итоговую аттестацию по уважительной причине. То есть в период государственной итоговой аттестации заболели. И третий срок сдачи и прохождения государственной итоговой аттестации – это сентябрьские сроки. С 5 сентября по 14 сентября – это для учащихся, которые получили неудовлетворительные результаты по экзаменам по обязательным предметам. Или получили дважды неудовлетворительную оценку по одному из обязательных предметов. Эти учащиеся запускаются к прохождению повторного государственной итоговой аттестации только в сентябре месяце. Вот вопрос, да, вот дети подают документы в учебное заведение, а как вот сентябрь, вроде бы должны уже быть зачислены? Если у них государственная итоговая аттестация не пройдена по обязательным предметам, то, соответственно, они не получат аттестат и не могут быть зачислены в основные сроки учреждения профессионального образования. Для этих детей дополнительные сроки наборов учреждения профессионального образования будут в сентябре месяце после прохождения государственной итоговой аттестации. Да, это предусмотрено. То есть они будут иметь возможность поступить в профессиональное училище в сентябре месяце. У нас идет формирование региональной информационной системы сопровождения государственной итоговой аттестации, куда вносятся все персональные данные по учащимся, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию в этом году, и все персональные данные педагогов, которые будут привлекаться к проведению государственной итоговой аттестации, то есть которые непосредственно будут организовывать и проводить экзамены. Формируется состав государственной экзаменационной комиссии Хабаровского края. В состав государственной экзаменационной комиссии будут включаться педагогические работники наших образовательных учреждений и специалисты управления образованием, в том числе начальник управления образования Гонзюкова Елена Ивановна. Регистрация общественных наблюдателей проводится не позднее, чем за две недели до прохождения государственной итоговой аттестации. То есть это будет начало мая месяца, порядок определен, то есть заявления будут собраны заранее, в марте-апреле месяце, и люди могут заявить себя для участия в государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей. Они также будут находиться на экзамене за часа, то есть отбирать аудиторию нельзя. Да, да, да. То есть с правилами поведения общественных наблюдателей, с их правами и обязанностями они будут ознакомлены при получении удостоверения общественного наблюдателя. То есть по этим вопросам можно обратиться в управление образования для регистрации в качестве общественного наблюдателя, проконсультироваться по телефону 2-17-50, главный специалист управления образования Загуменова Лариса Владимировна. Или у меня 2-37-47 телефон Максима Марина Петровна. Во всех населенных пунктах Амурского района есть выпускники, да? Да, абсолютно во всех. Вот для проведения экзаменов у нас будет в этом году открыто 17 пунктов проведения экзаменов на базе всех общеобразовательных учреждений. В том числе у нас пункт будет в исправительной колонии 14, там у нас тоже есть выпускники 9-х классов. То есть абсолютно все на базе всех учреждений, в которых обучались выпускники, они там же будут проходить государственную итоговую аттестацию. То есть 2-3 человека не имеет значения, да? Без разницы, да. Пункт проведения экзаменов открывается на базе образовательного учреждения при наличии там выпускников. В этом году впервые по распоряжению Министерства образования и науки Хабаровского края в рамках проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов будет организовано введено наблюдение. То есть мы переходим практически режим проведения государственной итоговой аттестации максимально приближается к порядку проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. То есть учащиеся уже 9-х классов, да, те, кто будут продолжать уже в полной мере практически, будут проходить ту же процедуру, как и при прохождении итоговой аттестации за курс основной школы. Это формат ЕГЭ. Контрольно-измерительные материалы как будут доставляться? Контрольно-измерительные материалы у нас доставляются уполномоченными членами Государственной экзаменационной комиссии Хабаровского края. Они доставляются в образовательные учреждения не позднее, чем за полтора часа до проведения государственной итоговой аттестации. То есть начало экзамена у нас 10 часов, все экзаменационные материалы уже в 8.30 будут в образовательных учреждениях. Получаем мы их из Министерства образования и науки Хабаровского края. То есть эта процедура штатная, она уже не первый год применяется, и она предусмотрена нормативной базой. То есть у вас конверты, да, которые у вас есть? Да, это Сюкерпаки, в которых находятся контрольно-измерительные материалы для каждой аудитории, для каждого индивидуально учащегося. Они приходят в готовом виде. Но в этом году, и впервые у нас в прошлом году было 4 пункта, а в этом году 5 пунктов, 5 школ удаленные, так называемые местности, в которых будет проходить государственная итоговая аттестация по технологии для отдаленных местностей. Это у нас школа села Вознесенская, села Болонь, поселка Лесной, поселка Литовка и поселка Сан-Вали. Значит, что предусматривает эта технология? Это распечатка экзаменационных материалов непосредственно в аудитории, в присутствии обучающихся и в присутствии уполномоченного члена ОГЭК и руководителя пункта. После проведения экзамена, точно так же непосредственно в пункте проведения экзамена, в штабе проводится сканирование экзаменационных работ учащихся. И в электронном виде эти материалы отправляются на проверку непосредственно в региональный центр оценки качества образования в Край. Все осуществляется в этот же день. То есть и распечатка экзаменационных материалов перед экзаменом непосредственно в аудитории, но уже без присутствия обучающихся, присутствует уполномоченный представитель главной экзаменационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии, руководитель пункта, сканирует работы, выполненные уже после экзамена работы учащихся, и сразу же по электронным системам связи у нас есть защищенный канал в этих пяти учреждениях, они будут направлены непосредственно на проверку.